Приветствую вас, Наталья. Давайте разберем ваш вопрос. Точнее, ваш текст, потому что запроса как такового в нем нет. Собственно, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это на отсутствие вопроса. К психологу, отсутствие запроса к специалистам. Вот. Не совсем понятно, чего вы хотите от нас, от психолога, какой помощи вы хотите. То есть, вопрос вы не задаете. Вопросы на изменения и на исследование себя я в тексте вашем тоже не увидел. Вот. Ну, вы просто описали ситуацию. И все. То есть, не совсем понятно, что вы хотите с этим делать. То есть, понятно, что вы хотите вернуть в то состояние, которое у вас было три дня назад, но, как бы это... Об этом чуть позже. То есть, психологическая работа, она заключается не в том, чтобы вернуть определенное состояние, которое у вас было три дня назад, и которое вполне, вполне может быть, что вернется чуть позже к самому. Вот. О том, чтобы лучше понять себя, да, чтобы лучше осознавать те процессы, которые происходят внутри нас, и уметь ими управлять и направлять себя на пользу. Вот. Смотрите. Вы говорите, что, значит, мы с молодым человеком полгода живем вместе, все хорошо, но самая натура очень ревнивая, с постоянными паническими страхами и мыслами. Первое – ревность. Второе – панические драки и мысли. Ревность. Ревность проистекает из заниженной самооценки, страха одиночества, сравнивания себя с другими людьми, с проблемами, с реализацией, и с проблемами с реализацией. Так, мы не чувствуем, что вы реализованы. Вот. И из-за, ну, страха одиночества, страха одиночества, страха быть брошенной и прочее. Вот такой клубок составляет ревность. Помимо этого, еще очень важным моментом является то, что ревность предполагает, предполагает отношение к человеку как к некому такому предмету. То есть, ревность, она означает, что человек мой и только мой. То есть, никому я его не отдам, никому я не хочу его отдавать. Вот это такое вот чисто собственное число. А оно предполагает восприятие человека как предмета, да, как определенный товар. То есть, в некотором смысле, это обесценивание. И понятно, откуда берется такое обесценивание, да, из восприятия себя. Я себя ценю как определенный товар и измеряю себя по определенной шкале ценностей. И других людей, особенно близких и дорогих людей, воспринимаю также по определенной шкале ценностей. Вот. Дальше. То есть, это вот что очень нужно работать, потому что ссоры не ссоры, но это у вас есть. Дальше. Вы же подаете это как некую константу, да, как некая основа. Вы пишете, значит, фонические мысли и страхи. Ну, вообще, паническая мысль и вот такое выражение, как паническая мысль и панический страх я не встречал. То есть, я встречал паника, как такое вот экстремальное проявление страха. Аффективная форма, форма страха. Я встречал паническая атака. И все. Из панических мыслей я не встречал. Но я встречал навязчивые мысли. Надо разобраться, что вы понимаете по паническими мыслями и страхами. То есть, страх это сам по себе уже в некотором смысле паника. Вот. Ну, если вы про страх это тоже говорите. Дальше. Так вот. Не знаю, что произошло. Средний назад мы поругались. Очень чуть было не забрала вещи. Ну, смотрите. Смотрите. У ссор есть причины. Вообще, здесь я рекомендую изучить психологическую игру «Скандал». То есть, так вот в поисковике и пишите «Психологическая игра» «Скандал». Эмм. Вы почитаете про нее. И увидите, почему люди ссорят. Но о себе сейчас я расскажу несколько вещей касательно ссор. Первое. Ссоры всегда, или почти всегда, свидетельствуют о том, что определенные эмоции, определенные чувства замалчиваются и не выражаются в реальном времени. То есть, какое-то чувство, какая-то эмоция возникла, я ее подавил, и потом, через какое-то время, выразил ее вдвойне более интенсивнее, экспрессивнее, если угодно. То есть, ссора свидетельствует о том, что эмоции в реальном времени не выражают. Это первое. Второе. То есть, нужно разбирать, какие эмоции не выражаются, почему не выражаются, как вы пришли к тому, что их нужно подавлять и прочее, 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 прочее. Учиться их выражать более адекватно. Дальше. Ссора – это страх близости. То есть, если я ссорюсь, я боюсь сближения, я боюсь быть слабым. Это касается не только вас, это касается всех людей, которые ссорятся. Следующий раз. Ссора – это замена сексуальной близости, интимной близости. То есть, поссорились, напряжение сняли, все хорошо. Поэтому расслабили. Далее. Ссора – это крик. Крик – это оральное поведение. Ну, потому что, посредством рта происходит это. Оральное поведение связано с потребностями в любви. Значит, и вы, и, что понятно, и молодой человек, что менее очевидно, но за это в любви. То есть, каждый из вас не принимает себя полностью таким, как он есть. или, по крайней мере, не работает в этом направлении. То есть, уровень, уровень принятия не повышается. Дальше. Ссора – это то, что происходит посредством двух людей. Ну, или больше. То есть, один человек построить ссору не может. Для этого ему нужен кто-то. Поэтому здесь очень важно понимать, что ссора не подразумевает одного виноватого, как вы говорите, а двух. Минимум двух. Два человека, но не виноваты, а ответственны. Ответственны. За то, что произошло. Чем отличается вина от ответственности? Вина от ответственности отличается тем, что, будучи виноватым, человек критикует за то, что он сделал то, чего делать не должен был. А ответственность предполагает осознание того, почему я поступил так. Выработка к этому определенного отношения и, при необходимости, изменение поведения. При этом не оставляя себя неудовлетворенным. Дальше. Вы пишите, что после ссоры, несмотря на примирение, у вас появилось ощущение, что что-то не так. Хотя обычно после ссоры становится легче. И что в прошлых отношениях у вас такого не было. Не было ощущения, что что-то не так. Не было ощущения, что отношения становится хуже, что молодой человек уйдет. Это чувство связано с тем, что к настоящему молодому человеку, с которым вы сейчас, вы, что называется, прикипели. Вы привязались сильнее, чем к прошлому молодому человеку. То есть с текущим молодым человеком у вас связано больше ваших потребностей. Вы с ним находитесь в большей степени слияния. Отсюда такой страх. Страх потерять, страх, что он уйдет и прочее, прочее, прочее. Ну, здесь еще есть один механизм, который называется слияние. То есть вы сливаетесь с молодым человеком, пытаетесь слить с ним, пытаетесь убрать все возможные границы между вами и им. Ну, и, в общем-то, это очень похоже на зависимость, любовную зависимость. Про это я тоже рекомендую вам почитать. Просто почитать, получить общее представление и не более того. Вот. В целом, здесь предполагается личностный рост и работа с личными границами. Личностный рост для того, чтобы не возникало вопросов по поводу того, как вернуть определенное состояние. И для выработки более широкого спектра навыков по организации состояния гомеостаза, то есть равновесия, то есть гармонии. А личные границы для того, чтобы вы четко понимали, где ваша ответственность и ответственность другого человека. И не брали всю вину на себя. Потому что, когда вы говорите, что виноват – это я, вы не улучшаете историю, а вы ее повторяете. То есть, если я виноват, я себя чувствую определенным образом. Если я чувствую себя определенным образом, то он, я, как бы так сказать. Если я чувствую себя определенным образом, то я повторю эту ситуацию, я повторю ее. Для того, чтобы чувствовать себя так же. Даже если я этого не хочу. Понимаете, обвиняя себя, вы даете себе нечто, вы даете себе нечто, что вам нужно. Это ощущение некой эмоциональной наполненности, если угодно. Это нужно понимать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Приятного аппетита. Продолжение следует...